Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Я подумал еще, сейчас мы кушали с собаками, да, и я банку молока допил. У нас такие большие банки, в Америке, галлонные, да, вот, допил, значит, ополоснул ее и бросил у нас специальное сведро для, ну, для тары, там, стекло, пластик и все такое прочее. Я вдруг подумал, вот, русские это не поймут, да, я ее выбрасываю, да, в помойку, ну, не в помойку, у нас есть помойка, а есть ресайкл, то есть на переработку, да, вот, туда стекло идет, и бумага, и вот пластик. Я туда ее бросил, а перед этим я ее ополоснул. Вот я тоже, когда первый раз узнал, что так делается, так полагается делать, можете не ополаскивать, но американцы ополаскивают. Она идет, да, в мусорку она идет, я не то, что я с мылом там мою, ершиком, просто ополаскиваю все. Ну, поняли, да? В моменте много такого смешного. У меня тут вот одна совершенно адекватная женщина написала, так вот, она мне давно уже. Есть такой доктор-натуропат Борис Рафаэлович Увайдов, он имеет более чем 45-летний опыт в области, но это она цитирует дальше, в области исследований и практики естественного исцеления в Европе, Азии, США. Азии, почему только не в Австралии, в Океане? Ну, не было, наверное. Является автором пяти книг, посвященных здоровью и так далее. Посмотрите, вот кто-то еще пишет, да, Увайдов, вот интересно, то-се, 5-10. Вот, а я рассердился и написал им, ребята, когда вы протрезвеете россияне, когда вы протрезвеете, когда вы перестанете верить шарлатанам, а? Ну, одного взгляда на него, неужели вы по лицам не можете понять, да? Одного взгляда, ну, видно, что шарлатан. Ну, хорошо, взгляд вам ни о чем не говорит. Лезем, смотрим. Вот Борису Увайду, да? Ой! Дри твою налево. Вот его фотографии, да? Вот его сайт. Ну, начнем с того, что здесь полно грамматических ошибок. Просто грамматических. Ну, ладно. Будем считать, что он в Америке живет, и, может быть, он забыл уже совсем русский язык. Хорошо, да? Вот слово натуропатии, профессор натуропатии. Ну, я могу себе написать, вот, Владимир Ильич Менников, профессор натуропатии, и все. Потому что, ну, нет такой специальности натуропатии. Вот это условно, это смешная специальность. Нету такого натуропатии. Понимаете? Вот. Можно написать, академик натуропатии. Вот. Но никакой разницы нет, да? Или медбрат натуропатии, да? Не знаю. Вот тут про него, про него, про него, значит. Ага. Работал в Олимпийской сборной СССР по легкой атлетике. Ну, это хорошо, это скорее минус. Потому что я не верю тому, что делается в спорте Олимпийская сборная СССР. Я не верю. Ну, ладно, это мои личные бзики, да? Как говорится. И вот так далее, и так далее, значит, реабилитационную терапию. Ну, ладно. Не будем к этому придираться, как говорится, да? Вот. Ну, дальше, дальше, вот он, я почитал, что он пишет. Я просто обалдел, да? Он содой лечит рак, да? Вообще, вот, он считает рак излечимым. И соду пейте обязательно. Почему? Сидит уже такое вот видео, такой вот уже дряхлый совершенно, да? А я не знаю, что он там пьет. Вот. Ну, опять же, я не хочу, так сказать, вот на него так издалека, да, гундосить. Вот. Ну, дело в том, что, ну, это же всё чушь сплошная, да? Чистый воздух с отрицательными оонами, он лечит. Что он, рак лечит? Магнетизмом он что-то лечит? Магнетизмом. Покажите мне хоть одного человека, который вылечили магнетизмом. Вы понимаете? Очищение кишечника, очищение крови. Тут у тебя так пролистал полотенцами и так далее. В общем, мне противно просто это обсуждать. Вы понимаете? А вы на него смотрите и собираетесь лечиться по его методам. Русские, когда мы притрезвеем? У меня тоже бывают такие заезды, да? Но я сейчас вот уже более спокойный стал и рассудительный и смотрю, как говорится, трезво. Вот. Вот, да, вот вам, значит, и причём нахваливают его не знаю как, да? Ну, это же чушь сплошная. Ну, он продаёт книжки свои. Ну, что он бизнесом занимается? В одноклассниках вот сидит. Индивидуальные консультации. Вот я открываю тут видео, да? Сколько просмотров-то? 144 тысячи просмотров. Соду можно использовать для лечения рака. Можете доверять врачу Тулио Симончине в исцелении опухолей. Тьфу! Вот и всё. Вот я на этом закончу. Даже прощаться не буду. До такой степени мне противно, во-первых, смотреть на него, да, очередной жулик. А во-вторых, мне не по себе, что вот вы смотрите мои видео, да, и в моих видео в комментариях вы, значит, пишете, какой хороший врач вот этот вот, про которого мы сегодня говорили. Я даже, как Путин Навального не произносит, я больше его фамилию произносить не буду. Вот. Немножко эмоциональный ролик у меня получился. Ну, ребят, ну, доколе, доколе русских будут разводить, а? Доколе? Ничего вас не будет. Вот у вас будет Путин, и так вот вы с ним и будете, и через сто лет появится кто-то ещё там какой-нибудь. Сейчас был Навальный, будет под Навальный, да, и опять его загнобят и 200 лет, и 300. Вспомните меня и внуки вспомнят. Потому что с таким отношением к жизни, ну, просто вы ничего больше не достойны. Вот и всё. До свидания. Продолжение следует.